Мы работаем, но только как пункт выдачи. Люди, которые хотят прийти, сами поделиться, пощупать, потрогать, а не просто замовить. Они ждут, пока закончится карантин. На одном из столичных рынков пусто. Закрытые киоски с одеждой и обувью не работают мастерские по ремонту бытовой техники, ключей и замков. Многие предприниматели вынуждены приостановить работу из-за карантинных ограничений красной зоны, но могут получить помощь от государства 8 тысяч гривен одноразовой компенсации. Для того, чтобы оформить выплаты, предприниматель или наемный работник должен подать заявку на портале или в мобильном приложении ДИЯ. Мы за ресурс ДИЯ отправили, там очень легкая была процедура, и буквально через неделю-две пришли выплаты полномобильными. Там есть важный момент, потому что указывается карточка самого человека, который будет получать эту помощь. Это прямая помощь. После проверки документов получить подтверждение. 8 тысяч гривен начисляют на счет ФОПа или на банковский счет наемного работника. Регистрировалась там 20-го числа, уже 28-го числа. Мне приходится сообщение, я открываю, и была очень приятно удивлена, что эти деньги все-таки поступили, и пришло 8 тысяч гривен. Конкретно меня деньги эти спасали, потому что те деньги, которые я зарабатывала, мне приходилось отдавать половину для того, чтобы добраться на работу, а другую половину отдать за жилье. Заявки необходимо подать в течение 30 дней со дня введения ограничений красной зоны. Главное условие – предприниматель должен уплатить все налоги за последний квартал. Кроме того, код деятельности частного предпринимателя или предприятия наемного работника должен входить в перечень Кабмина. Там ограничены списки так называемых КВЭДов. КВЭДы – это коды экономической деятельности, к которым тот или иной бизнес относится. И можно попасть в программу только если твой первый так называемый основной КВЭД соответствует тем КВЭДам, которые есть в этой программе. Но проблема в том, что многие бизнесы на самом деле работают не по основному КВЭДу. На выплаты карантинных 8 тысяч правительство выделит из госбюджета почти 3 миллиарда гривен. Деньги смогут получать более 360 тысяч человек. Светлана Сыч, Илья Крепат, Новости Украины.